В пятницу вечером, 22 мая, 50-летний тракторист иркутской энергоремонта Николай Кравченко ушел к другу в гараж. Кооператив «Тепличный» находится через дорогу 41-го дома в 10-м микрорайоне, где проживал пропавший. Что могло произойти с мужчиной, никто не может и предположить. С женой Ириной он 12 лет прожил в Ангарске, вместе с супругой 26 лет. У Николая двое детей, внучка, скоро будет еще двое внуков. Уже надежды нету никакой, я уже не знаю, что делать. Третья неделя уже пошел, как бы вот он с пятницы 22-го вечером как ушел. Он пошел к другу в гараж на счет по машине поговорить. Ну и все. Дочка позвонила, папа, ты скоро придешь домой? Он говорит, да, я уже скоро подойду. Ну и все, и больше звонков, больше телефон не отвечал. Через полчаса она еще раз начала звонить, уже недоступна. Маша, как дела там у вас? Что еще раз? По словам жены, Николай всю неделю до пропажи был молчалив и замкнут. Вместе с ним из дома пропала банковская карточка, но выяснилось, что денег с нее он не снимал. Заявление в полицию родственники написали сразу. Через три дня начали опрашивать свидетелей. Главное и единственное место поисков пока – лесной массив за гаражами. Полиция свои действия какие-то определенные. Она опрашивает свидетелей, кто что убил, с кем был. Наша работа – это только войскать. Как собрали народ, так и организовали, то это при большой поддержке сотрудников. То есть большинством народа только сотрудников, волонтеров мало. Николай Кравченко родился 26 января 1965 года в селе Соболево Камчатской области. В день пропажи он был одет в темно-серую рубашку с рисунком в виде белых квадратов, серую майку, черные джинсы и туфли. Из особых примет – ямка на подбородке. Телосложение худощавое, рост 165-170 сантиметров. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просьба обратиться по телефону, который указан на экранах. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.